Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. В частях у Радио Шансон народная артистка России Лариса Долина. Здравствуйте, Лариса Александровна. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот теперь мы можем лично сказать, выразить наши восторги вашим творчеством и в частности вот той песней, которая открыла этот час. Да, спасибо. Я тоже, для меня этот альбом очень дорог. Я вложила в него то, что берегла, наверное, до этого много-много лет. И здесь я абсолютно поменяла свою драматическую историю, свой женский посыл, открыла потенциал этот, вытащила. И, наконец, свершилось, полностью поменялся имидж абсолютно. Скажите, пожалуйста, ведь эта песня изначально была со словами «Какой прогноз у нас сегодня Лида?» Лид Николаевна, Даниш, написала. Да, верно. Дело в том, что я расскажу историю написания этой песни вкратце. Однажды дождливая погода очень была в Москве, я дома была, у меня был выходной единственный. Звонит Михаил Исаевич, говорит, Ларик, ты свободна? Я говорю, да, для вас всегда. Слушай, Лариска, я тут текст написала мужской. И что-то мне твой совет нужен. Я вроде никогда так к тебе не обращалась, но здесь мне нужен твой совет. Подскажи, я вот как-то, куда эта песня, кому она может быть? Читает мне мужской текст «Погоды в доме», и тут начинается интересное. У меня градом слезы, причем никакой истерики нет. Просто вот как-то он попал в меня, в мое настроение, в мое состояние души. И я его остановила, я говорю, Михаил Исаевич, прошу прощения, извините, нет, переписывайте эту песню на меня. Никакого мужчины, это будет моя песня. Он так в трубке, да ты что, серьезно? Я говорю, да. Все, хорошо, через три часа он перезванивает, читает мне «Погоду в доме», ту, которую знает вся страна уже на протяжении стольких лет. А еще через три часа Руслан написал музыку. На следующий день мы поехали, за шесть часов была написана песня, мы поехали с Русланом к Михаилу Исаевичу, показали ее, спели, и, в общем, она завершила альбом. Руслан Горобец, замечательный композитор, дорогие друзья, уверен, вы знаете, аранжировщик. И этот альбом стал, если кто-то не знает еще, в 98-м году лучшим в нашей стране. И вот как раз эта пластинка, она до сих пор востребована. Я думаю, на концертах там без этой песни вам сложно. Нет, конечно, мало того, я не только ее пою, я пою несколько песен из этого альбома, потому что люди хотят их слышать. Я это поняла, они весь зал со мной поют, все песни. Лариса Анна, вот когда вы как-то в интервью говорили, что у вас был период, может быть, в начале творчества, вы очень любили голос и в основном любовались голосом. Правда. А потом пошло сердце. Вот сердце когда пошло? Вот как раз в этом альбоме. Здесь Руслан, благодаря ему, я посмотрела на себя со стороны, услышала себя со стороны и поняла, что мне надо как-то меняться, потому что слишком жестко все было до этого. Вот это самолюбование нужно было как-то, ну, закончить с ним. То, что у меня есть голос уже, зрители все знали об этом. Еще в 13 лет вы ее показали, да? Да, да, да. Здесь надо было уже что-то другое, и надо было найти в себе какое-то женское начало. И вот Руслан помог мне вытащить этот потенциал, и все. И теперь вот с тех самых пор я пою женские песни, вкладывая туда сердце, душу, понимая, что без этого никуда. Никакие голосовые связки не заменят этого, вот этого сердечного посыла. Сердечная мышца должна работать. Слушайте, по поводу голосовых связок, как их беречь? Потому что вы великолепно звучите, и звучите не год, а десятилетие. Гигиена, что это? Как вы? Да, надо голос любить, потому что, знаете, когда Бог тебе дает какой-то талант, он как дает, так и отберет, если ты будешь к нему халатно относиться, если ты не будешь ценить это. Поэтому я свой голос берегу, я его люблю. Я даже с ним иногда разговариваю. Ух, ничего себе. Но это после 10 утра, да, получается? Нет, нет, это перед концертами или перед спектаклем в театре. Я ведь еще в театре играю. Ну, чтобы говорю с ним, я тебя очень люблю, ты мое достояние. Пожалуйста, не подведи меня сегодня. Звучи вместе со мной. А я буду тебя беречь, да. А я буду тебя беречь, как берегла всегда. Мороженое можно вот... Мороженое никак не влияет на связки, оно влияет на другое. Оно влияет на вес. На то, что ниже. Да. И с этим я борюсь, поэтому мороженое я практически не ем. Мы слышали эти истории, Лариса Александровна, что вы отказываетесь даже от эклеров. Вот мне кажется, это вы прям... Даже запах не помню, не то что вкус. Фантастика. Научите, как отказаться от сладкого. Ой, вы знаете, это такая работа над собой, это серьезная работа над собой. Это не просто так дается. Это нужно, да, это нужно в себе воспитать. Дисциплина. Сила воли, дисциплина внутренняя. Иначе, ну как? Так, я же публичный человек, мне нужно выглядеть всегда. И я считаю, что в свои 68 я неплохо выгляжу. Роскошно. Замечательно. Дорогие друзья, не забывайте, что полезное время и в целом эфир радиошансон можно не только слушать, но и смотреть. На сайте радиостанции, а также есть у нас мобильное приложение. Скачиваем и смотрим. Мы, кстати, сегодня послушаем еще одну песню из этого альбома. Новинка. Да, и эта песня будет переосмысленна. Кстати, погоду в доме вы же тоже с Ваней Чебановым уже модернизировали. Да, 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 у нас получился очень хороший такой двойной эффект, коллаборация. У него была своя песня, которая очень прям вот вошла в мою погоду и получилось настолько органично, что никто из нас этого не ожидал. Я предложила, когда услышала его песню, предложила Ване, давай мы сделаем с тобой коллаборацию. Он согласился и она имеет успех. Погода в современном доме. Друзья, если не слышали, на сайте у Ларисы Долина есть все ссылки. Заходим, скачиваем и наслаждаемся. Сделаем сейчас небольшую паузу, после которой вернемся к разговорам. Если у вас есть какой-то вопрос, пожелание, то можно все это размещать. Номер, вы знаете, плюс 7909-955-1030-смс-вотсап-вайбер. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Стас Михайлов только что на радио Шансон. Дорогие друзья, напомню, что в гостях у «Полезного времени» сегодня народная артистка России Лариса Долина, которая, кстати, записала песню Стаса Михайлова. Давайте узнаем подробности. Верно. Где-то полгода тому назад, когда мы уже знали о том, что состоится новая волна в Сочи, фестиваль, мне было предложено поучаствовать в юбилейном концерте Стаса Михайлова в рамках этого фестиваля. И предложили песню. Мне она очень понравилась сразу. Ну, конечно, я ее спела совершенно по-другому. И теперь эта песня будет в моем репертуаре. Ничего себе. Я очень рада. Эта песня в альбоме в каком-то будет? Возможно, песня называется «Я буду очень тебя беречь». Она очень красивая получилась, какой-то такой щемячий. Я бы даже сказала, ну, совсем по-другому получилась, но получилась. Спасибо вам за это. Мы будем с интересом ждать. Эта песня, где-то уже сейчас ее можно слышать? Или она вот... Вот мы только вернулись с новой волны, поэтому, да, конечно, я обязательно вам передам песню. Со соцсетями смотрим. Да, 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 да. Я хочу, чтобы она звучала. А будет ли клип, Лариса Александровна? Пока не знаю. Мы знаем, что вы не очень любите клипы. Ну, я считаю это работой. А вот «Сию минуты творчества», «Игра в театре», «Сольные концерты» — вот это творчество. Игра в театре? Ну, это театр на Таганке, насколько я понимаю. Друзья, если вы не знаете, зайдите, посмотрите, удивитесь, как много у Ларисы Александровны творческих воплощений. Там один только грим чего стоит. Слушайте, ну, это очень красиво, фотографии есть. Насколько сложно вот это для вас? Там же, получается, целый вечер вы как-то... Да, я играю главную женскую роль в музыкальном триллере «Свенитод. Маньяк Цирюльникс Флит-Стрит». Это известная история, картина снята, была много-много лет назад. Главную роль «Свенитода» играет Джонни Депп, а вот мою роль, Миссис Лавет, играет замечательная Елена Бонненкартер. Ого. Там тоже звучит музыка, но немножко в другом прочтении, потому что актеры поют по-другому немножко, да. А здесь, в этом спектакле, поют поющие люди, то есть я и мои партнеры по спектаклю. Это Петя Маркин, который играет «Свенитода», и Паша Левкин тоже играет «Свенитода». Сложнейший спектакль и по музыке, и по драматургии, и по движениям, по физиологии, потому что там нужно бегать по лестницам, спускаться по ним бесконечно. Два с половиной часа идет чистого времени спектакль, и два с половиной часа я на сцене. Слушайте, если Костя Дзю теряет за тренировку 10 килограммов, я думаю, что у вас тоже там показатели... Ну, не 10, конечно, но около килограмма точно теряют, да. И это ведь не один спектакль. Нет, еще играю Марселину в спектакле «Фигаро». Это музыкальный, очень юморной спектакль, очень смешной. И я вообще очень люблю вот такие эксперименты, и, как я уже говорила, люблю все минутное творчество. Там же, понимаете, вот ты сыграешь сегодня, а завтра этот же спектакль будешь играть совершенно по-другому. Живая история. Живая история, абсолютно. И мы уже начинаем импровизировать, хотя спектаклю всего, ну, наверное, вот в октябре будет год, как мы его презентовали и премьеру отыграли. Так что вот, да, такая стезя и театр для меня в моей жизни творческой занимают одно из лидирующих мест. Прекрасно. У нас сейчас небольшая пауза, пока вы выбираете лучшие билеты, а мы потом вернемся. Полезное время на радио Шансон. Спасибо Евгению Кемеровскому. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите вечернее шоу «Полезное время». У нас в гостях народная артистка России Лариса Долина. И совсем скоро будет презентация песни, которая вам в какой-то степени хорошо знакома, но с другой стороны это будет новое прочтение знаменитой истории в ресторане. Лариса Александровна, вам слово. Да, когда я предложила Маше поучаствовать, Маше Шейх поучаствовать в моем трипьюте, посвященном моему юбилею, это будет в будущем году, она сказала, дайте мне, пожалуйста, тайм-аут, я выберу песню. Через несколько дней звонит и говорит, Лариса Александровна, я выбрала песню, хочу петь в ресторане, хочу сделать ее. Я была удивлена сначала, а потом хочу, ну, дай мне объяснение, почему. Я в ней что-то такое для себя нашла, я очень хороший рэп напишу. И так получилось. И такая коллаборация интересная получилась. Мне очень понравилась эта версия новая. песня зазвучала немножко по-другому, свежо. И вот этот рэповый кусок большой, который Маша написала, она так чувствует стилистику. И мне очень нравится, что она себя не выпячивает. То есть это было как продолжение того, с чего я начала эту песню. И вот поэтому получилось очень органично. Слушайте, а есть же информация, что вы тоже не в этой песне, но вообще рэп практикуете. Да, у меня был такой опыт небольшой, да. В прошлом году, нет, не в прошлом году, даже несколько лет тому назад мы записали с Андреем да Винчи две песни, в которых я читаю рэп. Насколько вам ощущения? Мне очень нравится, но это очень сложный жанр. Его надо осваивать, на это нужно время. У меня пока его нет. Ага. Итак, давайте послушаем произведение, узнаем, на что у Ларисы Александровны время нашлось. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Лариса Долина и Маша Шейх только что в эфире радио «Шансон». Премьера. Премьера песни. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Стихи Михаила Танича, музыка Руслана Горобца, аранжировка Маши Шейх. И рэп тоже ее. И рэп тоже. Но, по-моему, блистательно. Слушайте, ресторан обновился. По-новому заиграл. По поводу ресторана. У вас с 13 лет ведь там карьера началась. Когда говорят люди, что мы пошли работать в 23 после института, что вы им отвечаете? Что я начала работать и зарабатывать свои первые деньги в 13 лет. И причем родители месяц их уговаривали, чтобы как-то так опустили ребенка. А помните первую песню, которую вы исполнили в ресторане? Что тогда в ходу было, Лариса Александровна? Венес. Шизгаретс, да. Ох, Одессу, да. И Одессу пели, да, все было. Очень много было репертуара. Я очень много знала песен, потому что я так любила это и так люблю, что меня со сцены было невозможно вытащить. И когда я понимала, что папа приехал за мной, я понимала, вот, 21.00 пора. Ну, а вообще, вот, сколько часов у вас там? Три часа вы работали в 13? Два часа. Два часа. Меня привозили к 19 и забирали в 21. Что дала ресторанная школа? Просто не всем... Мобильность, мобильность и, конечно, опыт. Богатейший опыт. Пребывание, вот даже учитывая, что там, ну, вот такие подмостки, и это, ну, такая, ну, символическая сцена. И все-таки это сцена. Тебя слушают в зале. А считаете ли вы, что начинающему музыканту это не повредит? Ни в коем случае. Только опыта набирается человек, работая в ресторане. И это замечательное было время для меня. Хотя в советское время, конечно, очень сильно не приветствовались те музыканты и певцы, которые работали в ресторане. И я из-за этого, по этой же причине, не получила первую премию на всероссийском конкурсе на лучшее исполнение советской песни в Сочи в 1978 году. Потому что работала в ресторане. Получила вторую премию. Важно было, чтобы преподаватели не приходили в ресторан, да, чтобы тоже... Это когда мне было 13 лет, да, этого я ужасно боялась. Но, к счастью, мне повезло. Мне повезло, меня там никто не видел. Лариса Александровна, кому и с чем повезет на Долина-фесте? Ну, фестиваль прошел. Это был пилотный фестиваль. Он, конечно, будет проходить каждый год. Мы пока не знаем, останемся ли мы в Нижнем Новгороде. Но это очень интересная история, программа для развития музыкальной культуры и для поисков новых талантливых молодых людей. Этому был посвящен фестиваль. И форматы были разные. Это и мастер-классы, это творческие встречи. Такая образовательная платформа очень серьезного содержания. Приехали все мои федагоги из Академии. Мы привезли первый выпуск свой студентов, для которых устроили и концерты, и даже вечеринку, посвященную выпускному вечеру. И у них была большая привилегия. Они пели со звездами на гала-концерте в Нижнем Новгороде с моими друзьями, звездами, которые приехали поддержать мой фестиваль. И этот формат нигде никогда не проходил, кроме как на моем фестивале. То есть ровно через год будет доля? Верно, да. Только мы пока не знаем сроки, и пока не знаем, в каком городе мы продолжим эту фестиваль. Можно зарегистрироваться, принять участие. Верно. Начинающим талантом за эти можно подсмотреть в интернете. За полгода, может быть, даже за 8 месяцев мы сразу фиксируем информацию на сайте. Можно зайти, зарегистрироваться, подать заявки и так далее. Губернаторам и мэрам тоже можно регистрироваться, чтобы предложить какую-то площадку? И поддержку тоже. Да, но это все бы инициировалось с Министерством культуры. Это как раз Ольга Борисовна Любимова предложила Нижний Новгород для проведения фестиваля. Я знаю, что вы с большим теплом отзываетесь не только о Михаиле Таниче, но и о Муслиме Магомаеве. Ну нет, это не просто тепло. Это был мой учитель негласный. Это был человек, на песнях которого, на голосе которого я воспитывалась. И я рассказывала уже, как мне было лет 7, наверное, а может быть, даже и поменьше, Бакова. Я слушала его пластинку, я ее запилила буквально, в итоге разбила. И меня очень сильно ругали родители, не потому что я ее разбила, а потому что купить было невозможно. Его пластинки распродавались, как горячие пирожки. Невозможно было купить, ни за какие деньги. В 2022-м мы поздравляли страну с его юбилеем, с 80-летием. В прошлом году Тамару Ильиничну-Синявскую тоже поздравляли с юбилеем. Как вы считаете, нас слушают разного возраста люди, и для кого-то Магомаев это современник, для кого-то это человек, о котором слышали, но не то чтобы слушали. Я считаю, что Муслим Магомаев это золотой фонд. Его должны слушать всегда, везде. Это школа огромнейшая. Это голос, помноженный на работу сердечной мышцы, как я люблю говорить. Ведь просто так голос никому не нужен. Если ты не вложишь в него свое отношение и свою вот эту вот теплоту, он же по-другому звучит, когда ты в него это вкладываешь. Он звучит, Абертанова, в миллион раз красивее, как масло. Вот у него голос был бархатный, масляный, и не слушать его было невозможно. Столько он приносил мне радости и счастья, и не только мне, а всей стране. Это же популярность была просто фантастическая. До него ни у кого такой популярности не было. Вот коротенький вопрос по поводу голоса. Как профессионал, скажите, что в нем было такого чарующего? Почему? Чем он брал? Во-первых, сила. Во-вторых, мощь. И он понимал, где и как ноту нужно петь. Когда он пел пиано, он умел это делать. Ведь немногие оперные певцы с такой школой умеют петь пиано. Их этому учат, но, видимо, они так привыкли, чтобы голос звучал, вот прям звучал, чтобы было все очень громко и так далее, что вот эти нюансы, на них они почему-то очень мало внимания обращают. А вот он и, кстати, Дима Хворостовский всегда на это внимание обращали. И всегда подача была немножко другая. Они свой голос обволакивали сердцем и душой. Вот я так понимаю это. Поэтому он заходил в сердца людей и оставался там навсегда. Друзья, конспектируем Ларису Александровну, делаем небольшую паузу, потом вернемся. Полезное время на радио Шансон. Дорогие друзья, мы тоже в замечательном настроении. На радио Шансон сегодня просто праздник. Какой-то народная артистка России Лариса Долина. И у нас вопрос по поводу концертного тура. Лариса Александровна, расскажите, что, где? Ну, во-первых, я хочу пригласить всех, кому не безразлично мое творчество, которые любят мои песни, на два сольных концерта, которые состоятся в Доме музыки 9 и 10 декабря. Буду петь со своим коллективом и хором академии моей музыкальной. Это первое. На будущий год состоятся четыре моих гастрольных тура, которые посвящены моему предстоящему юбилею. И в завершении этого юбилейного года, 10 сентября, аккурат в мой день рождения, в Кремле состоится большой юбилейный концерт мой, который будет называться «В кругу друзей». Там будет очень много дуэтов с самыми первыми звездами страны. Все подробности в соцсетях на сайте Ларисы Долиной. Подготовка уже ведется, я так понимаю. По поводу академии, Лариса Александровна, расскажите, многие хотели бы научиться проявлять себя творчески и делать это профессионально. Здесь в чем вы можете помочь и как оказаться студентам академии? Значит, вот у нас два дня прослушивания. Первый уже прошел, 1 сентября, и второй будет 14 сентября. Так что не поздно еще пока подать заявку и прийти к нам на прослушивание. На сайте академии есть вся информация. Адрес, начало прослушивания и финал. Приходите, с удовольствием будем вас слушать, потому что нам хорошие, поющие люди, очень нужны, молодые. И мотивированные, потому что человек, который поступает в нашу академию, должен понимать, что ему нужно будет пахать. Потому что за два года обучения, у нас два года идет обучение, ему нужно пройти четырехгодичную программу вуза. А это непросто. Это нужно переехать на учебу, ответственно абсолютно. День рождения, как вы его любите отмечать? Как он проходит традиционно? Ну, традиционно я всегда зову только самых близких, самых дорогих людей. Это и коллеги мои, и просто друзья, юности и так далее. Каждый год я выбирала какое-то место в Москве и приглашала их туда. В этом году я решила немножечко судить круг, потому что, ну, в этом году предюбилейный год. Не стала я там очень сильно прям заморачиваться. Поэтому это будет узкий круг моих друзей и, конечно, моих близких. Вот, скорее всего, это будет дома у меня. Поэтому вот так вот, в этом году так. Подарки любите, когда дарят? Конечно, очень, но больше люблю, когда я сама дарю подарки. По поводу близких и по поводу подарков. Ждать ли нам музыкальный подарок от Ларисы Долиной и внучки Александры? Может быть, совместная коллаборация здесь? Вот расскажите. Ну, вы знаете, что мы с ней сейчас не думаем пока насчет новой коллаборации. У нас есть уже несколько дуэтов с ней. Но это было тогда, когда она была совсем маленькой. Сейчас ей уже вот 28 сентября, 13. Она растет, и голос у нее меняется. Поэтому будем думать о том, какую песню сможем спеть, учитывая ее сейчас состояние голоса. Потому что мутация у девочек тоже есть. И мне не хочется, чтобы там что-то такое во время мутационного процесса произошло неправильное. Поэтому я выжидаю момент. А потом «Три белых коня» или что? Кстати, не все знали. Лет 30, да, этот секрет хранился? Да, около 30 лет. Никто не знал о том, что песню эту записала я в кинофильме. Вот такие. Чародеи такие. Чародеи, да. Мы еще хотели бы, Лариса Александровна, если в вашем плотном графике будет время и желание написать книгу, мы бы с удовольствием эту книгу почитали, потому что вы человек, которому удается все, многое, и вы сквозь десятилетия несете мастерство, профессионализм, любовь к тому делу, которому служите, и делитесь сейчас уже с молодыми гражданами нашей страны. Да, да, о книге, в общем, думаю, давно. Надо просто собраться с мыслями. Я думаю, что это после уже юбилея, когда он отгремит, потому что кроме юбилейного концерта, туры, которым тоже нужно готовиться, в общем, будет непростой год. А по поводу вот этого вопроса у меня, как вы отдыхаете при таком графике? Вы знаете, вот это довольно такой странный, часто задаваемый вопрос. Я так и не научилась отдыхать. У меня есть только одно время в году, когда я могу себе это позволить, это совместить с Сашкиной каникулы, новогодние внучки, и улететь куда-нибудь вместе с ней и с дочкой. Потому что весь год я работаю. Друзья, мы ждем не только сольные концерты Ларисы Долиной, но и Сашкины каникулы. Да, и слушатели пишут спасибо за добрый сентябрьский вечер, за замечательную программу, за работу творческих вам успехов, дорогая и любимая Лариса Александрова. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо вам большое. Вы теперь придете к нам не через 24 года. Надеюсь, что нет. Нужно пораньше вас ждать, да? Хорошо, зовите, приду обязательно. Огромное спасибо. Мы очень рады были с вами пообщаться. Спасибо за песню. Спасибо Таничу за прекрасные стихи и Руслану Горобцу за эту музыку. Пусть она живет дальше, и пусть у вас будет много новых, чудесных и старых, обновляемых песен. Спасибо большое. Друзья, народная артистка России Лариса Долина была в гостях у «Полезного времени». Мы прощаемся до завтра. Желаем всего самого доброго. Любовь Володина. Роман Шахов. Счастливо, пока. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.